Футбольная сборная Сочи встретилась с командой Бранденбурга. Представители администрации двух городов сыграли в ничью. Выдра Гарри из Сочи вошла в пятерку лучших животных оракулов. Кто еще предсказывает итоги чемпионата мира по футболу? Иностранных журналистов Сочи научили делать чурчхелу. Теперь ее, слегка видоизмененную, планируют готовить в Перу. Грацию русского балета можно оценить этим летом в холле Зимнего театра. Там открылась одноименная выставка картин. Кубанским аграриям компенсируют затраты на бензин. Из-за роста цен на топливо, которым заправляют технику, небольшие фермерские хозяйства и холдинги несут дополнительные убытки. О проблеме губернатор Краснодарского края рассказал на селекторном совещании. Его провел Дмитрий Медведев. Председатель правительства поддержал решение о возмещении таких затрат. По поводу компенсации потерь в связи с ростом цен на топливо. Докорды компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки, как было сказано, и возможностей как резервного фонда, ну и, наверное, какие-то другие источники тоже посмотреть. Решение по этому поводу положительное. Огромное спасибо вам за поддержку в части компенсации за затраты на топливо, потому что за первые пять месяцев наши аграрии дополнительно затратили на ГСМ 1,3 миллиарда рублей, а если это прогнозировать на год, то это плюсом будет еще 2,6 и в итоге дополнительных затрат у наших аграриев кубанских на ГСМ будет примерно 3,9 миллиарда. Для нас, конечно, это ощутимо. Огромное спасибо от всех аграриев Краснодарского края. Во время совещания обсудили подготовку и проведение уборочных сельскохозяйственных работ в России. Кубань традиционно аграрный лидер среди регионов. В этом году из-за засушливой погоды техника в поля Краснодарского края вышла на две недели раньше обычного срока. Завершить уборочную кампанию рассчитывают за 15 дней. К уборке приступили здесь, я могу смело одолжить, все муниципальные образования, техникой обеспеченные все. На сегодняшний день мы уже собрали 1 миллион тонн зерна. Это Краснодарский край. В этом числе 755 тысяч тонн озимого ячменя и 252 тысячи тонн пшеницы. Средняя урожайность 61,4 центра с гектара. В рамках таких погодных условий, если мы сохраним вот такую урожайность, то можно смело сказать, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, конечно, Кубань выполнит. Проблем с зерном и с хранением зерна у нас в крае нет. Здесь у нас максимально готовый к приему количества зерна 13 элеваторов. Единственное, что в прогнозах на урожай, конечно, мы сейчас осторожны, потому что связано с дефицитом, конечно, осадков. Для аграриев одним из самых волнующих вопросов остается сельхозстрахование. Фермерам выставляют невыгодные условия. Вениамин Кондратьев предложил снизить порог страховой выплаты, которая сейчас наступает при 30% потерянного урожая. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Почти 2000 звезд выпускников загорелись на Кубанском небосклоне. В Краснодаре прошел традиционный губернаторский бал. Ученики приехали со всего региона. Это гордость, школа, отличники, победители, олимпиад, спортсмены, музыканты и танцоры. На морозу! На морозу! На морозу! На морозу! Они прошли через центральную улицу краевой столицы. На площади перед зданием ЗСК их встретили представители властей края. Вчерашние школьники подготовили 15 танцев. Это вальс, танго, твист. Впервые в этом году прозвучали народные, кубанские, еврейские, армянские мелодии и ритмы других народов. Смело идти к своей цели и выбрать правильный путь в жизни им пожелал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Я верю, очень верю, что вы сможете сделать прорыв во многих отраслях нашей экономики и науки. Нашему краю, нашей стране нам нужен ваш талант, ваше умение, ваша активность, ваш острый ум. Мы ждем от вас открытий и новых прорывов. Любой, даже самый большой мир, и тем более огромная наша страна, начинается с малой родины. И мы всегда вас будем очень любить и ждать. Будьте яркими и успешными! Ваше время пришло! В добрый час, дорогие наши выпускники! Мы на вас надеемся! Вы сегодня такие молодые, красивые, одухотворенные. Мы смотрим на вас с надеждой и верим, что с такой молодежью наша страна и наша родная Кубань станет не просто прекрасной, а великой. В добрый путь, дорогие друзья! Среди учеников давно существует традиция сфотографироваться с губернатором на этом празднике. В этом году сделали не просто снимок, а видео-селфи. Не обошлось и без традиционного сюрприза от главы региона. У учеников теперь есть своя звезда на небосклоне. В международный каталог небесных тел внесена запись о присвоении звезде имени выпускники школ Кубани. Футбольная сборная Сочи встретилась с командой Бранденбурга. Товарищеский матч прошел в Олимпийском парке. Представители администрации двух городов оправдали цель матча и сыграли в ничью. Руководство земли Бранденбург прибыло на курорт поддержать свою национальную сборную. Поэтому в составе команд чиновники двух городов. Команду российского курорта возглавил мэр Анатолий Пахомов. Как и принято, гостей встречали хлебом с солью. Перед началом товарищеского матча игроков из Германии угостили караваем. Сам же матч прошел в рамках молодежного проекта «Мосты», задача которого – строить мосты между старшим и молодым поколением двух стран. Футбол имеет политическую составляющую, отметили немцы. Он может объединять государство и народы. И спорт соединяет. Если большие политики не всегда говорят так, как можно было бы ожидать от них, то мы видим, что спорт строит мосты. С Германией у Сочи давно тесные связи. Уже десяток лет курорт сотрудничает с городом-побратимом Баден-Баденом. Теперь с коллегами из Германии налажены не только деловые и партнерские, но и дружеские связи, подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. Ничто так не объединяет, как вот именно победа или воля к победе. А потом ничто так не радует, когда друг другу жмешь руки по-настоящему. Это действительно объединяет. Ты становишься за какие-то 45 минут уже братом, давно знакомым. Именно спорт, именно футбол, который общенародный вид спорта, он действительно объединяет. Ну а для России он ее открывает еще раз. Россию гостеприимную, Россию культурную, Россию крепкую и, конечно, Россию спортивную. Первый гол принимающая сторона уступила гостям. До конца игры казалось, что гостеприимные сочинцы уступят немцам и победу. Но буквально за секунду до конца игры счет сравняли. Гол ворота соперников забил директор спортивной школы номер 10. К слову, бывший игрок сочинской жемчужины. На последней минуте, причем во время свистка продолжительного судимой забили, и этот гол считается. Пока свисток звенит, ты забиваешь. То есть все как надо. Вот эти эмоции, которые сейчас есть в период проведения чемпионата мира в нашем городе, мне кажется, это самое главное в жизни каждого футболиста или человека, который причастен так или иначе у нас в городе Сочек к футболу. А как выяснилось, у нас все любят футбол, и весь город играет в футбол. И не важно, кто сегодня забил, не забил. 1-1, я считаю, достойный результат для нас и земли Бранденбурга. Именно на такой исход рассчитывали обе команды. В итоге же сборная Бранденбурга отметила, что для болельщиков это, возможно, была репетиция. Немецкая сторона была бы не против встретиться с россиянами еще раз, но уже в Москве, в финале чемпионата мира. В Сочи немецкий болельщик спас жизнь мопедисту, попавшему в ДТП. Авария произошла на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона Фишт. Как рассказали очевидцы, водитель мопеда поворачивал на перекрестке налево с нарушением правил и был сбит иномаркой. Мопедист получил тяжелые травмы. Очевидцы вызвали скорую, но пока врачи ехали, у молодого человека случилась остановка сердца. На помощь ему пришел немецкий болельщик, который прибыл на матч Германия-Швеция. Кевин Майер, работающий у себя на родине спасателем, начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс, и в таком состоянии пострадавшего погрузили в скорую, а затем доставили в больницу, сообщает портал Newsbox. Сейчас мужчина находится на лечении в стационаре. В дни футбольных матчей даже дети появляются на свет командами. В Сочи с начала чемпионата мира по футболу родилось рекордное количество двоен. Об этом заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. С начала мундиаля в перинатальном центре Сочи родилось более 260 детей, из них 6 двойняшек. Такое количество двоен за 10 дней – это неординарное событие, отметил министр. Журналисты, освещающие чемпионат мира по футболу из Сочи, в свободное от работы время занялись приготовлением чурчхелы. Мастер-класс по изготовлению кавказского лакомства для них провели прямо в городском пресс-центре. Для гостей Сочи, пишущих около футбольной новости, в Сочи подготовили насыщенную культурную программу. Специально для них на курорте разработали экскурсионные маршруты. Помимо гор и моря, иностранцам предлагают изучить многонациональный колорит Сочи в рамках агротура. Как на курорте растут виноградники, что такое чурчхела и как ее приготовить, журналистам рассказали специалисты из усадьбы виноградаря. Это новый в Сочи экскурсионный маршрут, расположенный в селе Верхневысокое. Мастер-класс по изготовлению чурчхелы, или, как ее называют в Сочи, кавказского сникерса, для акул пера провели в самом пресс-центре, чтобы не отрывать корреспондентов от событий Мундиаля. Сначала дегустация, затем гостям рассказали рецепт излюбленного лакомства народов Кавказа. Ну а готовили вместе. Нанизывали орехи с сухофруктами на нитку и варили виноградный сок. Самый главный ингредиент – это орех. Орех или курага, или любая фрукта, которая в общем-то существует. Непосредственно, во что мы макаем, это, естественно, виноградный сок, абрикосный сок. Сгущается за счет того, что, во-первых, он варится, уваривается, да, и плюс добавляется туда какой-то процент муки там, или пшеничной, или кукурузной. Скажем так, от души подойти надо. Ну, это секрет такой, чисто психологически, да? А все остальное вам никто не скажет. Шимон – радиожурналист из Польши. Говорит, даже не раздумывал о предложении поближе познакомиться с кавказским гостеприимством. Наверняка получится вкусно из таких-то ингредиентов. Разумеется, дело это впервые, и мы с коллегами оценили подобную идею знакомства с вашим регионом. Польская сборная базируется в Сочи, поэтому работы у нас очень много. Но благодаря тем же экскурсиям мы убедились, какой Сочи красивый, и что здесь живут хорошие люди. С Чурчхелой уже познакомились и перуанцы. Их непосредственно заинтересовала сама ягода, из которой варится сок. В Перу виноград не растет, но именно сочинские виноградники вдохновили одного из членов делегации, который оказался фермером, открыть в Перу новый бизнес. Фермер заинтересовался тем, что, в принципе, простой продукт, несложный. Можно делать из любых орехов, которые не крепких орехов, а у них там растет, он выращивает кишью, там вот он показывал фотографии. Ну и, естественно, разные фрукты, их тропические фрукты, которые также можно сушить и нанизывать. Он заинтересовался и говорит, очень хороший урок для того, чтобы создать одно из направлений бизнеса у него в стране, потому что такого лакомства нет. Поэтому мы очень были рады, если такое лакомство, как чурчхела, наша Кавказская, перешло океаны и начало свое хождение в Америке тоже. Ну, я думаю, оно никуда не денется, наша чурчхела всем даст жару еще. К слову, в Сочи проводят экскурсии не только по виноградникам. Мастер-класс по изготовлению чурчхела – это тоже не все. На очереди газинаки – это грузинская сладость из орехов и меда, соус ткемали из алычи и вино из фейхуа. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Драники, блины, шашлыки и пиво. Чем удивляют и чем угощают в Сочи гостей Чемпионата мира по футболу, на специальном брифинге рассказал председатель Совета национальных объединений Сочи Александр Фроленков. Беседа с журналистами состоялась в городском пресс-центре Мундиале. В Сочи хорошо подготовились не только к приему команд, которые будут выходить на поле стадиона Фишт в рамках матча чемпионата, но и к приезду болельщиков со всего мира. В Сочи проживает 120 национальностей. Почти у каждого есть на курорте своя община. И каждая тщательно готовилась к приему гостей. Болельщики из разных стран смогли посмотреть выступления творческих коллективов и попробовать блюда национальной кухни. Буквально каждый матч, особенно допоздна, остаются у нас шведы, немцы, интересуются нашей кавказской кухней, просят не только драники, блины, но обязательно, чтобы им пожарили шашлыки, на мангале овощи, им это нравится все. Выдра Гарри из Сочи вошла в пятерку лучших животных оракулов Чемпионата мира по футболу. Я напомню, Гарри живет в аквариуме на Мацесте. Выдра предсказатель Гарри пока ни разу не ошиблась в своих прогнозах, которые касаются в том числе игр сборной России на Чемпионате мира по футболу. Ну а, например, в матче с Уругваем Гарри поставил на победу наших соперников. В число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей Мундиаля в России вошло еще шесть животных. Это кот Ахилл. Он живет в Санкт-Петербурге. Он потомственный эрмитажный кот. Ахилл глухой с рождения, но у него очень хорошо развита интуиция. Популярен среди футбольных оракулов сегодня и Яков Потапыч, медведь из Москвы. Он, например, угадал ничью Португалии и Испании. В лидерах и Тапир Клеопатра. Это необычное животное живет в одном из зоопарков Нижнего Новгорода. Впрочем, на этом список не заканчивается. В числе самых популярных сегодня животных экстрасенсов – лемур Спартак из Екатеринбурга, олень Яша из Химок и коза Забияка из Самары. Добавлю, что рейтинг лучших животных оракулов составлен аналитическим агентством Турстатун. Основа на анализе правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей животных в интернете. Тело краснокнижного дельфина найдено в лесу в Сочи. Погибшая фалина находилась в нескольких шагах от обочины федеральной трассы в окрестностях поселка Лао, сообщает сайт «Живая Кубань». Мертвого дельфина увидели проезжавшие по трассе мать с сыном, когда сделали остановку на обочине. Волонтеры Центра спасения дельфинов «Дельфа» установить причины гибели после предварительного осмотра не смогли. Каких-либо повреждений следов от сетей нет. Дельфина доставили в лабораторию для вскрытия и исследований. На вопрос, как могла погибшая афалина оказаться в лесу, ответа пока тоже нет. По факту гибели краснокнижного животного проводится расследование. К другим новостям. В Зимнем театре открылась выставка живописных полотен, посвященная балету. Инициаторами проведения выставки «Грация русского балета» выступили депутаты городского собрания Сочи «Комитет по вопросам образования, науки и культуры» под председательством Игоря Никитина. Народные избранники пригласили питерских художников, которые работают в тесном контакте с Краснодарским театром балета Юрия Григоровича «Премьера». Выставка расположилась в фойе Зимнего театра, а зародилась идея сразу после посещения художниками нескольких спектаклей. Балет Краснодарского театра Григоровича «Щелкунчик» – это было ошеломляющее впечатление. Мы просто заболели этим балетом и ходили на все возможные спектакли этого театра. Мы – это целая семья Сергей Морозов и Елизавета Скурикова, их дети Мария Молодых, Александр Левченков, Константин Морозов, Евгений Резник. Все шесть художников писали портреты действующих артистов театра, занятых в балетных постановках. Можно сказать, что сошлись все звезды. 80 лет юбилей Зимнего театра, 200 лет со дня рождения Мариса Петипа, юбилейный самый необычный год ФИФА. И все это проходит в городе Сочи, который всегда притягивает и уникальностью зданий, уникальностью событий и тех людей, которые сегодня здесь. Вернисаж поддержали артисты и сочинской филармонии. Художники волновались. На курорте они представляют свои работы впервые, пишут маслом в направлении реалистичное традиционное искусство. Так трогательно и романтично. Казалось бы, последние штрихи к портрету. Но нет, мастер делает полотно ярче, наносит лак. Появляется блеск, оживают цвета, мелкие детали становятся более объемными и проработанными. Лак придает картине приятный глянец. Любой художник хочет сохранить ее в первозданном виде как можно более долгий срок. Потому что это театр, это всегда праздник для глаз. Это праздник, когда праздник должен быть и колорит праздничный. Все зависит в картине от сюжета. Чем радостнее сюжет, мажорный, тем он должен быть красочный. Этот год в России проходит под покровительством муза Терпсихора и посвящен искусству балетного танца. Все, кто побывал на открытии новой экспозиции, были под впечатлением от увиденных картин и даже фотографировались на фоне живописи. Я сейчас смотрю на это все. Я давно не видела такой хорошей живописи. И анатомически, и по цвету, и по композиции все решено просто идеально. А художники и дальше собираются работать в этом направлении. Они создали многочисленные портреты ведущих артистов балета, педагогов, репетиторов и композиции со сценами из балетных спектаклей. Их живописные полотна будут находиться в Сочи весь летний сезон. А депутаты городского собрания Сочи, организовав данную выставку, обещают продолжить знакомство сочинцев с интересными художниками. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашают в лечебно-диагностический спортивно-здоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж Тельфон. 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.